Так, и теперь, друзья, серия за номером два. Дело в том, что к концу первой серии произошла заминка. Для этого есть две причины. Одна из них очень существенная. Я начал говорить, причем попросил потом стереть, что я пинаю только те. Их много, их сотни. Им всем хочется кушать. И я железов где-то даже и жалею. Не обманешь, не продашь. Но я не буду жалеть только тех, кто ворует именно мои фотографии. Казалось бы, все безобидное, да? Мне пришлось прервать первую серию, перейти ко второй, только потому, что вот это вот. Внимание. Вот она. Внимание. Я ее с трудом узнал. Так. Вот смотрите, я нажимаю на найти изображение в Яндексе. Так. И вот теперь сколько их. Видите? Вроде бы даже немного. Но тут есть такой нюанс, что вот это она, вот это она, и вот это, и вот это. И дело почему? То есть и количество сам дел больше. А теперь, как они могли написать следующее. Внимание. Это учебное. Хорошо бы когда-нибудь, чтобы даже в школах изучали. Что здесь написано? Внимание. Новинка. Новинка. А теперь мы с вами попадаем в мой, так называемый, архив. Вот это 2007, 2008, 2009, 2010 год. И мы начинаем его листать. Ну, сейчас я скажу так, что архив, опять же, вы поверите, что все это снято в моем саду. Вот. В моем саду. Я сейчас еще вот так поправлю. Ох, побольше видели. Вот. На самом деле больше. Вот еще раз. Вот это, когда я снимал еще редко, мне было не до этого. Вот. Вот. Ну, кое-какие успехи были. Персики были. Много были. Здесь учебная фотография есть. Здесь есть мои плоды в садах моих друзей. Вот. Это удивительный мир. Жаль, я тогда мало снимал. Здесь вот фотографии, например. Ведь вы же потом закажете. А ведь это не просто фотография. Это самый раскрученный в стране питомник. Питомник. Вот это вот, вот эти вот замечательные саженцы он продавал всей стране. Вот видите. А это мне попросили сфотографировать мои друзья, которые с дуру выписали самый крупнейший, авторитетный питомник. Потом этот питомник начал сотрудничать со мной. И я им продал больше двух тысяч только черенков. Вот эти вот самые. Вот. И вот это вот я почему показываю. Внимание. Видите эту красоту? Видите? Вот. А теперь еще был живой промышленный сад. Вот. Ну, именно в этот год он и сгорел. Так. Смотрим сюда. Внимание. Это очень важно. Вот эти фотографии к тому, что я деболтун. Каждый имеет свою историю. Все это честно. Самый честный питомник в мире. Ну, ищем, 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 ищем. Эту фотографию. Я вас, как это называется? Я вас интригую. Я вас интригую. Вот. Лишний раз надо, может, посмотреть, полюбоваться. А я еще ищу. А я еще ищу. Подумайте, я нарушу это тягое время. Нет, у меня память такая. У меня такая память. Все есть, кроме этой фотографии. Все равно найду. Где-то она была вот тут. Это моя радость. Надо еще медленнее листать. О! Вот она. А как я мимо-то все? Вот она. А теперь внимание, друзья. Вы скажете, а что в них общего? Что у них общего? Вот она, смотрите. Видите? Я тоже увеличиваю. Еще увеличиваю. Вот. Вам придется напрячься. Почему? Я еще удивился. А почему так мало? Вот. Я знаю, что их примерно сотня. Так же, как помните, я ту листал. Эту самую. Правда, чужую. А здесь они взяли, вырезали середку. Внимание. Посмотрите внимательно. Особенно, кто на телефоне, может, не увидит. А кто за компьютером увидит. Вот мне повезло. Вот в середине вот эта яркая-яркая точка. Вот она. Ну, можно еще обратить внимание. Вот тут пожелтеет. Тут вот так вот. В самом центре, видите, две желтенькие. Выделяются сливки. И вот ниже вот эта яркая-яркая точка. Так. Внимательно посмотрели. И вернулись на мой. Вот. Опа, я не туда попал. Сейчас, внимание. Вот, вот она. Вернулись ко мне. Вот сюда. Вот она. Вот эти две желтенькие. На компьютерах видно прекрасно. То есть, из середки был вырезан вот этот кусок, который меня смутил. Я не сразу узнал. И это послужило. А здесь, скажете, да не только из середки. Да, там сотни. А кто сказал, что из этих сотни, когда целиком фотографии вот это, там добрые сотни. А это тут было мало. Сколько там? Штук двадцать. Претендентов. А здесь штук сто. Вы скажете, а это же, может быть, вы один из сотни. А может, из какого-нибудь настоящего сада. А вы сами кто такой? А я скажу, Красный хутор, Шушенский район Краснодарского края. Так? Дальше что? Дальше идет переугол геологов А1. А это что, дом? Это переугол геологов, дом 3. Вот так вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Все это познается. Мне просто повезло, что на самом деле я являюсь лидером, российским лидером по качеству плодов. И по качеству фотографий для мошенников. Вот. И я не говорю, что это мошенники. Дело в том, что многие из них, сюда возвращаемся, да? Многие из них, вот он, Редский датчик. Я не говорю конкретное. Мы сейчас в целом разбираем картину. Что они утверждают? Они утверждают такие вот, что... А, попавши за руку. Да, это не наша фотография. Да, у нас нет сада. Но мы перекупщики. Но они слово перекупщики не применяют. Но наши саженцы из лучших питомников мировых. А это значит Италия, Испания. И все это обречено на смерть. Это выброшенные деньги. Вот. Ну, а так как они не различаются, и в эту картину, где самая южная-южная, попадают мои. Потому что именно у меня, мои фотографии, на них плоды мировых стандартов и есть. Вот так вот. Ну, так как еще время есть, мы все говорили 8-9 минут. Мы разобрали уже что. Мы разобрали абрикос, которых вряд ли на Урале не растут. Потому что все фотографии. Сливы, эти фотографии с интернета. Грушу. Разве можно продавать колоновидную грушу, если на свете нет? Ну, давайте все яблоню глянем. Я не дружаю, что здесь мою найдем. Нет. Хотя довольно часто встречаются. Вот. Видим, смотрим, смотрим, смотрим. Вот. И, наконец, мы попадаем в вот это яблоня. Здесь она идет у них просто. Колоновидные яблони встречаются. Здесь они назвали селябинское летнее, уральское. Заметьте, они применяют слова, слова, которые якобы принадлежат вот селяброй яблонной серебряной капутии. Якобы это производство, что это родина Урал. Понимаете? Вот. Ну, давайте мы сейчас посмотрим. Представьте себе, что человек купит у этого... Еще раз. Я пинаю только тех, кто ворует в эту фотографию. Факт воровства доказан. Вот. Так. Идем дальше. Вот. Я не имею отношения к этой фотографии, к этой яблони. Ну, человек захочет за 400 рублей. Это всего лишь бутылка водки. Она должна стоить, если она вот такие урожаи дает, она должна стоить 4 тысячи. 10 тысяч. А купит себе за несколько лет. Ну, давайте смотреть. Вы видите, я как сделал. Еще раз. Это учеба. Вот я взял, нажал, крупный план. Теперь я, правая мышка, найти изображение в Яндексе. Вы должны это делать каждый раз, пытаясь что-то заказать. Нашли? И теперь вот сюда. Вот так. А то я в тот раз сразу промахнулся, помните. Начинаем смотреть, чья это яблоня. Сколько на нее претендентов. Их окажется сейчас столько. Вот. Поэтому я утверждаю. Сейчас закончу. Ага, тут закончил что-то. Э. Ничего себе претендентов. А знаете почему? Почти все они называют ее колоновидной. Вот. Поэтому и конца этому не видно. Не видно, не видно, не видно. О, Боже. Я бы не колоновидный президент. Колоновидная бурштинове на месте. Ой, Господи. В Черновцах. Привет, земляки. Черновцов. Вы тоже стали мошенниками, а? Ё-й. Да что это такое? Развивается интернет. Да что это такое? Да как же так? Ё-йо-йо-йо. Это не похоже. Это она... Ё-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. А теперь как ее еще красиво... Это... Видели, как еще красиво делать? Вот. Садовоника. Ой. Это невозможно. Это... Это что творится на свете? Даже я, разоблачая их много лет, не знал, что такое будет. Ну, что... Ваше эти самое, когда вы поручаете это компьютерщику, он берет и сразу, сходу... Сейчас мне надо как-то все это будет ликвидировать. Сейчас. Ликвидировать. То есть, сильно много я боюсь, сейчас я уберу. Это то, что мы разбирались все с вами. Сейчас все надо убрать, стереть. Вот что тут, цепляйся тут. Это мы с вами прошли. Что вам сказать на прощание? Еще один момент. У меня... Сегодня у меня вебинар, вы не успеваете на него попасть, но вебинары будут еще потом. Для чего я это говорю? Вот мой последний вебинар, внимание, который состоится сегодня. Я сейчас быстренько на нем покажу. Это уникальная вещь, уникальная для нас, для... Как бы нас назвать? Так у нас можно... Вот она. Вот. Я давно воюю с так называемой... Именно назвать их уже... В общем, Теремирязевская академия. И с ее воспитанниками. Теремирязевская академия, это мы уже проходили, кто-то из вас знает даже. Украла мы фотографию. Одну из тех самых, которая уже украла не только одна, а еще и сотни. Но Теремирязевская академия украла. Потом выяснилось, что... Пусть я под давлением оказалось, что признался агроном оттуда, кто занимается саженцами и их рекламой, выдавили у него слова, что у нас никогда не плодоносили абрикосы. Это в Теремирязевке-то. А продают. А они не плодоносили. Получается, у них же нету косточек абрикосов. Как можно вырастить абрикосы, если у вас они никогда не давали плодов? Вот это один момент к ним. Потом я сцепился с так называемыми выпускницами, Теремирязевки. Так как они оскорбили жестоко подло моего брата и меня заодно, я им не прощаю, называю их фамилии. Исакова, Ольга и Наталья Медведева. Эти выпускницы уверяют, что они получили там шикарное образование, в частности. И поэтому я показываю то, что одна из это факт, это все задокументировано. Одна из тех, с кем я общаюсь. Вот это я покажу на вебинаре. Вот этот саженец был, сейчас его поменьше сделаю, этот саженец был куплен там. Подлости, почему я говорю, это учеба. Подлость заключалась в том, что ей запретили приехать выбрать саженец. Она заплатила за доставку, ей привезли вот это, то, что называется дерьмо. Вот. Еще раз говорю, внимание, раз, внимание, два. Я утверждаю, что темно-то академика выпускает дерьмо. Но запретили, ясно, почему, если бы она приехала туда, ей привезли домой, все было уже уплачено. Теперь она говорит, ну я говорю, что с ними делать. А что делать, я сейчас вам скажу. Вот это третья фотография от нее. Вот. Они были посажены в некую субстанцию, видите? Вот. Внимание, где у нее корни оказались? Это разве не дерьмо? Но это еще не все. Посмотрите на этот саженец. Он, и я еще подумал, как, что это старые снимки, что она где-то в начале лета. Нет. Это была вторая половина августа, вот, ну, неделю, середина августа. Вы поверите, вот это, вот, умирающий, все, его спасти невозможно. И это Тимирязевская академия, которая, и фотографии меня свистула, именно так и говорю. И пока на ее сайте такие дерьмовые, это, как она могла купиться? Там у них на сайте рекламная, на них страшно смотреть, на эти бутылоги, пятилитровый горшка. Вот это, вот и есть Тимирязевская академия. Ее надо срочно спасать. Я не говорю закрывать, ее без меня пытались закрыть. Бульдозеры были заправлены, испугались, потому что люди, персонал Тимирязевки вышел на улицы, вот, с плакатами, даже уборщицы, руки просят науки. Представляете, уборщица стоит, руки просят науки. Вот. И вот получается, что единственная возможность ее спасти, отказаться от этого дерьма, вот, а пока я буду уже за одним. Раз уж так получилось, что они обманули женщину, прислали ей мертворожденные саженцы, она где-то рублей по 600 заплатила. Я вам показываю, что в таких случаях делать. Если она еще вот тут отрежет, вот тут вот, вот это все равно сдохнет, посадит, отрежет. И вот отсюда еще маленький шанс, это один мой пример, это с чужого сада, и пример с моего сада. Мне был подарен саженец в начале июня. Вот. И вот таким образом его можно было спасти, если только вот тут отрезать. Вот. Ну, в общем, поняли, да? А еще и подарили, как сказать, для... Это уже взяли и подарили. Вот сейчас она вот эти его вот польет или посыпет, я не глядел, и у него вот это вот. Они же как привыкли, вытащил, посадил, и она якобы расти будет. Не будет. Не 99, 100%, это мертвец. Вот оттуда отрежет, и может быть, где-то почечка одна проснется. Вот это вот я вам столько наговорил. Вот. Почему? Потому что за страну обидно, честно скажу. Мне обидно за страну. Ну, в общем, что получается? Можно было бы на этом закончить. Ну, вот видите, это уже, это уже, так сказать, я не ожидал. Видите, оно само. Вот начало. Оно, пока мы... А, тут меняется это, картинки. Пока мы тут обсуждали, тут уже какой-то гринца, появился. Но это будет уже другая история. Надеюсь, это будет уже третья серия. Сейчас подзаряжу батарейки и вперед. Не прощаюсь, друзья. подзаряжу. Редактор субтитров Продолжение следует...